Смотрите, какая у нас есть потрясающая линейка готовых блюд. В нескольких вариантах полба, томленная в печи с мясом сорлыка и грецким орехом. Горох, томленный в печи с копченым мясом кабана. Рис с лососем, томленный в печи. Пшено, томленное в печи с мясом оленя и лесными грибами. Греча с мясом морал. Еще одна классная позиция перловка, томленная в печи с мясом глухаря. Сегодня мы решили пообедать полбой с мясом сорлыка. Полба нынче в тренде, как и другие продукты, относящиеся к здоровому питанию. Вообще полба это предок твердых сортов пшеницы. Это те, из которых обычно делают макаронные изделия высокого качества. О, зерна полбы крупнее, вот как видите. Содержат меньше глютена, а во вкусе слышны легкие ореховые нотки. Блюдо готово, его необходимо только разогреть и наслаждаться потрясающим вкусом. Из полбы можно делать супы, каши, салаты. Идеально сочетается с мясом. Кстати, на ВДНХ в нашем корнере есть потрясающее блюдо. Полба с жеребятиной, она идет со сливочками и с морковью. Это очень вкусно. Смотрите, крупные кусочки, достаточно много мяса. Также у нас здесь в составе сливочное масло, подсолнечное, грецкий орех, семя тыквы, соль, сахар и лавровый лист. Идем разогревать. Кушать подано, разогрели полбу, огромная порция. Но это просто безобразие, вы посмотрите, сколько мяса. Больше, чем полбы. Приятного нам аппетита!